Радость православные испытывают не только по причине окончания двухнедельного Успенского поста, наиболее строгого после Великого. Как говорится в Священном Писании, в этот день, в день своей смерти, Богородица соединилась со своим Сыном Иисусом Христом. Также подчеркивают священники, этот праздник – символ победы вечной жизни над смертью. А значит, повода для печали нет. Именно поэтому на Успене церковь не скорбит, а празднует. К тому же Успене называют летней Пасхой, то есть праздником радости и веселья, только кроткого. Матерь Божья не умерла, она уснула. И вот слово «успение» обозначает, она не оставила род людской без своего попечения, без забот своих. И мы, христиане, знаем о том, что множество-множество икон оставила Матерь Божья чудотворных икон на нашей русской земле. Валаамская, допустим, Курская, Смоленская, Владимирская, Почаевская и другие, и другие, которые сегодня чтит наш православный мир. Прихожане Михайло-Архангельского собора сегодня прикладывались к особенному образу Богородицы. На этой иконе она на смертном одре. Вокруг апостола, а над телом Богоматери – Христос. Во все времена верующие с особым почитанием и трепетом обращались с молитвой к Божьей Матери. Вот и сегодня, в день ее успения на Богородичную Пасху, в храме отслужили молебен за студентов и школьников перед началом нового учебного года. Для нашего здоровья, для нашего душевного спокойствия, вот это всеобщее моление очень хорошо. У меня мама умерла, поэтому я считаю, что это вот как моя мама. Если бы этого не было, к чему стремиться, это вот основа жизни, вот мое личное мнение. Этот праздник очень важен для всех, потому что это Божья мамочка, которая родила нам Господа Иисуса Христа. И, конечно, все люди пришли в этот день на успение. Успение отмечается не один день. В храмах будут читать молитвы и вспоминать этот двунадесятый праздник вплоть до 5 сентября. Издревле же с 28 августа начиналось бабье лето. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.